всем привет дорогие друзья с вами снова георгиев travel павел георгиев и мы решили отправиться в это непростое время когда вокруг бушует вирус коронавирус курс доллар и евро зашкаливает мы решили не сеять на месте и отправиться в новую страну изучить и показать именно вам поэтому поехали вместе с нами посмотрите что интересно и что будет происходить дальше а все протираем и руки тоже уже протерли мы прибыли в стамбул аэропорт стамбул сейчас пойдем посмотрим на табло и найдем свой номер рейса у нас рейс идет до колумба с технической посадкой мале на мальдивы это займет примерно 11 часов так что у нас пусть время как грится отдохнуть мы в зоне вылета красивенько тут дадите как он начинает элисейка ты хочешь посмотреть решил пока ожидаем рейс суть до дела провести его небольшую экскурсию по аэропорту точнее через экскурсию проводить на все понятно да здесь кучу магазинов duty free в общем как любом аэропорту хотел поделиться на лайфхаком таким на будущее возможно тоже знает а возможно кто нет и первый раз приедет здесь можно получить бесплатный вайфай это не так просто подключиться но и не так сложно сейчас я покажу здесь есть такой терминал которого можно выбрать язык нажимаете русский язык получите свой вайфай прямо сейчас берете паспорт пусть открываете страничку паспорта в одну минутку покажу вот так проводите им как видите да он нам предлагает купить вайфай или на один час получить бесплатно нажимаем один час он показывает код его можно распечатать он на пойти же пишет здесь какая есть сеть и одноразовый пароль и целый час можно пользоваться вайфайом вайфай хороший сейчас у нас дети даже смотрят мультики ну вот мы сидим в аэропорту стамбула ожидаем наш следующий рейс и хотели бы поделиться и хотели бы поделиться о том как мы полетели как мы долетели до стамбула клавиакомпании как нас кормили как проверяли на тему вируса там и так далее чё скажешь кормили на шикарно мне кажется что таки конечно когда мы открыли салат сайского мама смотреть турецкий салат и кури это греческий ну конечно там там была паста как ресторана и курица да кстати когда мы так полетели и я немножко отзывы прочитал по туркиша ирланды говорят все что кормит хорошо ну как бы логично на турция еще поиска да еще и да еще винишко на борту дают в общем очень хорошая сервис очень хороший сервис как вообще вопрос конечно нет то есть спокойно вылетели долетели все кстати ни у кого не встречала они кладут стаканчиком закрытых воду конечно не удивило его от наградных это классность ешь и потом никого не надо звать а вот на тему коронавируса вылетали нас никто не проверял прилетели но никто самолете не проверяет то есть мы прилетели стоят уже потом далее на уже после входа в аэропорт ну как бы ребята да то есть не стоит тепловизор там уже автоматически всех всех проверяя до я то есть даже незаметно да они сидят там как говорится нацелили камеры и проверяют вот и все а так целом все как бы тихо спокойно без каких-то там форс-мажоров или каких-то панических атак то есть все спокойно нормально достаточно хорошо ну а мы с вами сейчас отправимся дальше нам предстоит еще один большой перелет и увидимся уже на следующем на следующей части континента объявили посадку на наш рейс колумба через male сейчас всех своих собираем 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 вот кстати надежда пьет чаек специальный для лактации очень рекомендуем на лактации ну что пойдемте вместе с нами на этот рейс до уже второй самолет и еще небольшая потом нас будет техническая посадка и после этой посадки на мальдивах на male мы уже выдвинуться в салон до шиланку летаем сейчас будет наш самый длинный полет из стамбула до male и до колумба это аэрбаз теста 30 соответственно мы летим на турки шайлайн всем семейством ну что вот мы уже в самолете male вообще пол пустой так что вы улетите комфортно вот детям подарили подарочки судьба распаковку на что получилось это шапка пилота смотри какая классная но все серый за всех лав да ну вот мы уже идем на посадку на какие на пиратские острова да сема все могут нас на пиратские острова очень красиво да там красота острова красиво вот мы так находимся в мальдивах потому что нам летит дальше полон поэтому мы не должны уходить поэтому мальдивах последний самолет летит да постояли в мальдивах и отправляемся в колумбу на шри ланку тут совсем немножко останется часик летит ну вот мы и подлетели к острову к нашей цели точке шри ланка коломба аккуратно ли сейка давай ручку у нас получился персональный автобус все видимо уехали остались одни мы здесь встречаются как положено сразу на входе проверяют на коронавирус точнее на про красную температуру все мы прошли таможенный контроль виза действительно сейчас для россиян бесплатная то есть но процедура все то же самое необходимо подойти соответственно миграционные службы пограничникам они вам оформляют визу далее вы заполняете еще анкету на то что вы не посещали те страны в которых сейчас в данный момент вирус там и так далее да ну и собственно все дальше вы выходите получаете багаж мы вышли у нас уже багаж лежал готов потому что пока мы все документы заполняли немножко это наверно долго было вот ну и собственно все вот мы вышли уже соответственно сам выход из аэропорта и вот здесь позади нас есть продажи сим-карт здесь встречают соответственно из отелей принимающей компании и соответственно мы также сейчас сейчас встретимся с представителем компании герц да для получения автомобиля который мы взяли на прокат ну а пока мы пойдем приобретем себе сим-карту что друзья мы сейчас оправляем сим-карты сим-карты шланга телефон вот такие вот цены получается 2700 рубки это примерно 15 долларов 55 гигабайт и соответственно есть 22 гигабайта и нас не бывает поэтому смотря сколько вы планируете пользоваться интернетом если там 20 все такое 15 гигабайт на поездку вполне будет достаточно так что передаем паспорта на оформление все точно такое же передать паспорта оплачиваем деньги в общем то и все что дорогие друзья мы арендовали автомобиль и взяли вот такое скажем ходили привез на это получилось королла гибрид скажу честно не так все быстро и просто забронировать на аренда карме достаточно просто удалось мне все подтвердили все нормально как воплотили сюда по проезду как обычно возникли новые водные как они обычно всех странах бывают во-первых здесь обязательно нужно международное удостоверение во вторых как бы еще обязательно делают местное удостоверение и вот этой компании есть такая услуга они за эту дополнительную услугу с нас взяли еще 100 долларов за и завтра придут нам готовы скажем местные водительского удостоверения чтобы мы спокойно могли передвигаться без каких-то опахок честно маленько уже подустали машина с кондиционером по-любому шри-ланке нужно это просто этому мастхэп если вы хотите путешествовать если вы у кого-то находитесь в одном отеле наверное может быть смысла это не имеет это скажем услуга не такая уж и дешевая да получается но я считаю нужно если вам хочется посмотреть все взяли машину прилетели вроде аэропорт коломбо но почему-то отель у нас должен был 6 минутах быть но почему-то мы едем 40 минут в общем разберемся такое ощущение что как будто мы не 100 аэропорт прилетели просто я что-то не очень признал хотя мы были правда давно ровно 7 лет назад ну ладно то есть вариант освоится на автомобиле по что движение здесь наоборот то есть здесь соответственно левостороннее движение не очень привычно сразу говорю поэтому кто сильно паникует я бы наверное передвигался своим ходом пешочком то есть вот начался наш новый день мы отправились искать пляж мы сейчас остановились практически в центре коломбо здесь никаких пляжек и таковых нет поэтому нашлись недалеко какое-то место на карте поедем сейчас туда в городе бешеные пробки но тем не менее с кондиционером это сглаживает скажем настроение потому что без кондиционера это просто конечно было бы не знаю как куча ток-туков всяких маленьких магазинщиков парковок не очень много но тем не менее можно думаю найти еще мы сейчас едем на пляж но не знаем как найти дорогу туда и сейчас будем пробки стоять огромные маленькая огромная какая разница главное что мы поехали на пляж в общем мы кое-как все ищем ищем дорогу к пляжу вот нашли бич-роуд здесь все очень застроено плотненько вот двигаемся по ней там вдалеке море но еще не надо найти как говорится парковку одна минута осталось мы уже почти возле моря но сейчас только парковку найдем можем купаться так но все здесь не конечно небезопасно приходить но пока поездов нет а мы переходим дорогу так лисейка давай как как так Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Ассортимент тот же самый Сейчас зайду возьму Жена попросила купить шампунь Поэтому сейчас зайду куплю шампунь В таких местах еще уличных Можно перекусить Чуть очень много Наверное это будут самые оптимальные Недорогие места Где можно покушать Здесь готовят очень вкусные лепешки Как блинчик выглядит С разными начинками А также здесь есть обычные еда Ристам и так далее Сейчас мы были в кафешке предыдущей, только эта кафешка у нас возле дома. Так что вы можете обращаться в такие места. Ну что, дорогие друзья, на сегодняшний день будем считать, что это все. Давайте увидимся в следующих выпусках. Мы будем снимать параллельно, как вы ездим, видео и стараться, как вам, как вам, на стопе, чтобы вам было интересно их смотреть и вы для себя извлекали многое полезное. Увидимся в следующих видео. С вами был Павел Георгиев, компания Geogertale. Пока!